Дай почитать И вот эта книга «Люди мира», ее авторы, редактор-составитель Дмитрий Баюк, Андрей Ваганов, Антон Первушин, Ольга Орлова, Тимофей Скоренко и другие ученые-журналисты-исследователи вносят значительный вклад в историю российской науки. Здесь много любопытных фактов, а главное – предпринята попытка всестороннего и глубокого изучения этой проблемы. Вот как описывается история так называемого философского парохода. О тех, кого туда погрузили для отправки за пределы родины, Лев Троцкий сказал, расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Правда, как мы знаем, всего лишь семь лет спустя он сам был выслан из России. Кстати, философских пароходов было два, и оба немецкие. Первый отошел из Петроградского порта 29 сентября 1922 года, второй – оттуда же 16 ноября. Но высылки продолжались с июня 1922 по январь 1923 годов. Среди покинувших за эти месяцы страну были социолог Петерим Сорокин, заолог Михаил Новиков, математик Дмитрий Селиванов, разработчик паровых турбин Всеволод Ясинский и многие другие. В книге «Люди мира» можно прочитать о судьбах и научных открытиях братьев Мечниковых, Ковалевских, Плотниковых, Иване Остромыслинском, Степане Тимошенко, Игоре Сикорском и о многих других. В 90-е годы XX века актуальным стало явление, получившее название «утечка умов». Это словосочетание трактуется как иммиграция людей умственного труда высококвалифицированных специалистов, включая представителей различных сфер интеллектуальной активности – ученых, инженеров, врачей, учителей, артистов, писателей, архитекторов, музыкантов. Так, например, за период с 1974 по 1984 год из общей численности эмигрировавших из СССР в Израиль 81 555 человек, более 14%, а это 11 571 человек, были научными работниками. Конечно, нужно различать два основных типа научной миграции за рубеж. Первая – безвозвратную, то есть выезд ученых на ПМЖ, а вторую – временную, то есть выезд в целях продолжения научно-профессиональной деятельности. В книге «Люди мира. Русское научное зарубежье» рассказано чуть более о 30 ученых, а их на самом деле сотни. И мы должны знать и помнить наших соотечественников и для глубокого понимания своей истории, и для понимания своего менталитета, и своего национального характера. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать Субтитры создавал DimaTorzok